В этом видео мы посмотрим, как сделать ручную ретопологию объекта в блендере без всяких аддонов и без прочих полезных штуковин. Иногда ретопология вручную бывает выходом, когда, например, аддон плохо работает или есть какие-то места, которые нужно детально посмотреть, как они сделаны и автоматические методы не срабатывают. В любом случае это может пригодиться, если вдруг возникнет такая вот ситуация. Посмотрим, как делать ретопологию на примере хобота, слоненка и что нужно для этого сделать. Первое, что нужно сделать, нам нужно создать отдельный объект, который будет служить в качестве нашей ретопологии. Щелкаем курсором на любое место нашей сцены и создаем плоскость. Поворачиваем ее лицом на себя с помощью RX90 и уменьшаем немного в размерах. Теперь, что нам нужно сделать? Мы хотим ретопологизировать в данном случае только хобот, поэтому вся остальная часть модели нам в принципе не нужна. Поэтому выберем тот объект, который мы собираемся ретопологизировать, а затем выберем нашу плоскость. У нас есть два варианта. Мы можем либо перенести их временно на какой-то другой слой сцены, либо, что мы можем сделать, войти в изолированный режим. Я выберу второй вариант. Нажмем слэш на цифровой клавиатуре. У нас тут привязались какие-то части. Сейчас я временно их удалю. Войду в режим редактирования и вот это все удаляю. Теперь у нас остался только сам хобот. Я вошла в изолированный режим. На это указывает то, что у нас в скобках вот здесь в левом верхнем углу написано local и теперь у нас остался только сам объект ретопологии и наша плоскость. Проверим, чтобы у нас центральная точка нашего объекта находилась посредине. Сейчас у нас вообще нету симметрии у данного объекта, поэтому это не совсем понятно, где она там находится. Если мы посмотрим сверху, то она немного в стороне. С помощью Alt-G можно вернуть объект на центр и проверить его. Точка, по-видимому, находится в центре, но у нас сам объект довольно несимметричный. Так как это динамическая топология, мы можем войти в режим скульптинга. И здесь в инструментах, активировав динамическую топологию, она активирована, просто отсимметрировать, то есть отразить с одной, с положительной оси на отрицательную. В данном случае нам не важно. Допустим, отразим с положительной оси x на отрицательную, с плюс x на минус x. Нажимаем симметрис и у нас автоматически наша геометрия стала симметричной. Все, переходим обратно на объектный режим. Теперь нам нужно будет отразить вот эту нашу плоскость с помощью модификатора зеркала. Так как у нас симметричные объекты, нет смысла делать ретопологию дважды на обеих сторонах. Поэтому выбираем вот этот объект, у которого мы уже установили центр. Нажимаем Shift-S и ставим курсор к выбранному. Курсор to selected. Затем выбираем нашу плоскость, которая станет ретопологией и нажимаем Ctrl-Shift-LC и помещаем центр трансформации Origin to 3D-курсор к 3D-курсору. Теперь мы можем активировать зеркало, Mirror, выбрав его из модификаторов и у нас ретопология наша будет симметричной. Мы можем также сразу активировать клиппинг, чтобы те вершины, которые попадают на центральную линию или на плоскость отражения, чтобы они сразу сливались, а не залезали друг на друга. Теперь начнем процесс ретопологии. Для этого выберем нашу плоскость и войдем в режим редактирования. Теперь для того, чтобы вершины этого объекта прилипали к высокополигональному, нам нужно активировать магнит. Активируем режим магнита либо с помощью Shift-Tab, либо нажав на магнит в нижней горизонтальной панели. Когда он активен, он загорается цветом. Теперь мы выберем в этом окне, Snapp element, элемент привязки, режим который нам нужен. Для ретопологии подходит режим привязки к полигонам поверхности и здесь в цели укажем ближайшие. То есть все наши вершины, когда мы будем осуществлять их трансформацию, то есть двигать, например, они будут прилипать к ближайшему полигону поверхности. Давайте попробуем. Выберем одну из вершин нашей плоскости и с помощью G подвинем на наш объект. Как вы видите, вокруг курсора небольшая окружность. Это значит, что режим привязки работает. Если мы нажмем теперь левую клавишу мыши, то, посмотрев со стороны, мы увидим, что вершина привязалась к поверхности нашего объекта. Теперь то же самое повторим со второй вершиной, с третьей и с четвертой. Вот мы начали ретопологию нашего объекта. Вершины прилипли к тем частям, которые были ближе всего к этим вершинам и к тому месту, куда мы эти вершины перенесли с помощью клавиши G. Правда, та плоскость, которая у нас получилась, плохо видна на поверхности объекта, потому что она проходит как бы насквозь его. Поэтому в свойствах объекта, иконку с кубиком, зайдем в раздел дисплей и активируем галочку на x-ray или на рентгеновском зрении. Теперь мы будем видеть наш объект ретопологии и его различные полигоны даже тогда, когда они проходят как бы насквозь нашей оригинальной геометрии. Теперь мы можем приступить к созданию сетки поверх объекта. Хочется отметить, что блендер по умолчанию автоматически не прилепляет вершины при, например, разрезании полигонов. То есть, если мы разрежем вот этот полигон на две части с помощью Ctrl-R, то есть, создав луп, у нас вот эти вершины автоматически не расположились на поверхности. Они расположились просто посередине этого полигона. Поэтому, если мы хотим, чтобы они прилипли, мы должны вручную выбрать каждую из этих вершин, нажать клавишу трансформации G, например, и подвинуть вершину туда, куда нужно. Иногда бывает достаточно просто нажать G и, не двигая курсора, подтвердить движение левой клавиши мыши. Теперь вы видите, что вершины легли по той поверхности, которая у нас присутствует в оригинале. Это, конечно, не совсем удобно, особенно когда большое количество объектов. И, в общем-то, частично эту ситуацию можно исправить благодаря модификатору Shilling Wrap, о котором мы поговорим в отдельном видео. Но пока что продолжим работу вот в таком виде, в котором она есть. Еще что бывает удобно при ретопологии, это работать сразу с несколькими видами элементов. Сейчас у нас работа осуществляется с вершинами. Мы можем переключить, например, на ребра или на полигоны. Но, опять же, в этом случае иногда бывает удобно поставить одновременно несколько режимов. Для этого выбираем какой-либо один, а затем зажимаем клавишу Shift и щелкаем левой клавиши мыши на дополнительные режимы. Сейчас у меня активированы все три элемента для выбора. И теперь, если мы будем поближе к нашей сетке, вы сможете увидеть, что я могу выделять как вершины, также я могу выделять ребра и я могу выделять полигоны. И в этом режиме, когда все три наших элемента активны, я могу не переключаться между ними, не тратить на это время, а просто взаимодействовать с теми элементами, с которыми мне удобно. Например, могу экструдировать ребра, либо могу экструдировать только отдельно какие-либо вершины, а затем, например, выбираем такое ребро и нажимаем клавишу F и оно автоматически достраивается и не приходится переключаться между элементами. На этом, в общем-то, подготовительный этап заканчивается и дальше мы можем перейти непосредственно к воссозданию нашей формы. В ретопологии мы должны учитывать, во-первых, сколько нам нужно получить полигонов на выходе, а во-вторых, если у нас полигонаж может варьироваться в тех или иных рамках, мы можем себе позволить обходить те формы, которые будут видны на силуэте. Например, в данном случае у нас здесь большое количество складок, которые хорошо видны и достаточно будет интересно, если мы обойдем все эти складки так, чтобы они и на топологии были заметны. Если у вас ограничения по полигонажу, вы в принципе можете сделать вот таким вот образом, то есть создать фальшивую достаточно топологию большую, то есть с большими полигонами, закрыть вот таким образом и в результате у вас получится достаточно мало полигональный объект, а эти детали вы потом сможете получить благодаря запеканию. Но я хочу сделать в данном случае более детализированную версию, поэтому давайте приступим. Обязательно активируйте в пользовательских настройках аддон F2. Он очень помогает при ретопологии, так как позволяет сделать несколько вещей. Во-первых, если у нас, например, есть две вот таких вот экструдированных вершины, то есть два ребра открытых и одно закрытое, которое прилегает к соседнему полигону, мы можем выделить его и, подведя курсор к той стороне, куда мы хотим достроить полигон, нажать клавишу F. И тогда полигон автоматически достроится до нужного участка. Потом опять же, что мы еще можем сделать? Так это мы можем достроить полигон от одной вершины. Что имеется в виду? Если у нас есть экструзия в несколько сторон, например, в эту сторону и в эту, то выбрав угловую точку, мы можем достроить вот эти наши два ребра до параллелограмма, нажав клавишу F. Как вы видите, это ребро достраивается параллельно этому, а это ребро достраивается параллельно этому, и у нас получается параллелограмм. Это достаточно удобно, когда у нас есть несколько, например, серий вот таких вот экструзий по поверхности объекта, и нам надо быстро его достроить. Нажимаем F, нажимаем F, нажимаем F, а потом уже вручную мы можем подправить существующие у нас на поверхности точки. Теперь продолжим работу над объектом. Я буду выделять по одной точке и размещать их так, чтобы они у нас охватывали детали, как я уже сказала. В данном случае я буду стараться повторять детали нашей геометрии. Так, затем следующий элемент. Если у вас есть какие-то выделяющиеся детали на геометрии, то стоит на них расположить и точки вашей ретопологии, чтобы они хорошо и четко передавали силуэт. В общем и целом принцип понятен. То есть вы повторяете детали на поверхности объекта и стараетесь, чтобы у вас ничего лишнего лишнего тут не было на поверхности объекта, но в то же время детализация сохранялась. Экструдируем. Одно и то же повторять, в принципе, тут, конечно, мне не хочется, потому что я основной принцип уже объяснила. Единственное, что вот на этом месте я хотела бы показать, как сделать ретопологию. Мы можем в режиме редактирования, пока уж мы здесь, щелкнуть на любом месте нашей высокополигональной геометрии и добавить еще одну плоскость. Так как у нас сейчас стоит клиппинг, плоскости эти будут связаны, поэтому временно можно зайти в модификаторы и клиппинг отключить. Тогда мы сможем выбрать вот эти две вершины и с помощью GX их разъединить. Что тут важно в ретопологии сделать? Это важно обойти наши детали, в данном случае ноздри на хоботе, так чтобы потом при сабдиве можно было их легко подтянуть. Для этого мы создадим симметричные круги вокруг вот этих наших деталей. Мы можем сразу рассчитать, сколько нам нужно деталей. Например, либо можно сделать из шести вершин круг, либо из восьми. Я не хочу экономить в данном случае, поэтому сделаем круг из восьми вершин. Вы можете эту геометрию не достраивать с помощью экструзии всегда. Например, если вам нужно начать с другого участка, вы можете выбрать либо точку, либо целиком ребро и нажать клавишу Shift D. И так как у нас магнит стоит, то она также прилепится сразу к геометрии. И дальше уже ее экструдировать, а затем, например, экструдировать ребро. И не забываем про то, что автоматически у нас ребра, которые мы экструдировали, например, не прилепают целиком, прилепляется только та вершина, которая ближе к курсору. Поэтому мы можем это периодически проверять. Итак, у нас должно быть восемь вершин. Теперь выберу вот эту точку, продублирую ее и создам здесь также еще одно ребро и экструдирую его. Между этими элементами я хочу оставить пробел, чтобы они не залезали друг на друга. Теперь мы можем активировать снова клиппинг и нажать клавишу E, экструзия и X, чтобы экструдировать по оси X. И мы видим, что в центре у нас все слиплось, как и должно быть. Теперь вот эти ребра выделим и объединим их. Дальше вот это ребро экструдируем и выставим нужным нам образом вершины. Вот эти два ребра соединим, вот это экструдируем. Опять же проверим, чтобы у нас вершины прилипли к объекту. И здесь дополним полигоном с помощью клавиши F. Как вы видите, вот эти полигоны два темные, то есть у них перевернуты нормали. Мы можем это обратить, выделив их и нажав Ctrl F, Flip Normals. Вот они встали на место. Так, получается восемь вершин. Достаточно немного, конечно, для такого объекта. Но мы учитываем, что у нас это пойдет под SubDiv. Поэтому просто равномерно распределяем вершины вокруг нашего объекта. Если нужно, поправляем геометрию. Так, так, так. Чтобы у нас все смотрелось аккуратненько, когда это будет под SubDiv. Так, вот мы обошли таким образом наш элемент. И теперь, если нам при SubDiv понадобится подтянуть наши лупы вот в этом месте, то это будет достаточно легко сделать. Так как вы видите, что луп идет по кругу через все вот эти вот элементы. А дальше мы уже можем просто в данном случае начать заполнять нашу геометрию так, как нам будет удобно. Теперь вот эти элементы четко обозначены. И, в принципе, уже не важно, как будет дальше идти построение, если только у нас не будет каких-то еще элементов. Но здесь особых таких вот элементов, которые еще надо обходить, нет. Поэтому мы можем просто продолжить построение дальше так, как нам будет угодно. После того, как мы всю ретопологию сделали, я сейчас ее делать не буду, потому что, в принципе, тут действия повторяются. Так вот, после того, как мы всю эту ретопологию сделали, и нам хочется убедиться, что она соответствует нашей геометрии, мы можем это делать вручную, как я уже говорила. Но если мы, например, добавляем лупы, то вершины автоматически не прилипают к поверхности. Это значит, что нам нужно каждого убрать и поправлять просто по геометрии, что не всегда удобно. Поэтому мы можем добавить сверху модификатор Shrink Wrap из раздела Deform и выбрать в качестве цели наш вот этот объект. И тогда наши вершины, которые у нас есть, они автоматически прилипнут к поверхности. То есть, в принципе, если вы достаточно хорошо обошли силуэт и геометрию высокополигональную, и, в принципе, не допустили каких-то серьезных ошибок, то есть вершина не находится в глубине где-то геометрии или не улетела куда-то в сторону, то при активации модификатора Shrink Wrap и при выборе в качестве цели нашего высокополигонального объекта все вершины сами лягут на свои места туда, куда нужно. И вы получите хорошую форму. Поэтому даже не обязательно выставлять все эти вершины вручную, если у вас нет, например, на это времени или особого желания этим заниматься. Достаточно и приблизительной будет геометрии. С помощью этого модификатора вы сможете получить нужную вам форму. Опять же, если мы начнем двигать вершины, то так как модификатор активен, даже если мы, например, разрежем здесь, то автоматически они уже ложатся по форме геометрии. Так что, возможно, даже имеет смысл его активировать сразу же после того, как вы начали ретопологию вручную. Ну, на этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. Продолжение следует...